Здравствуйте! В Архангельск прибыл один из самых больших в мире четырехмачтовых парусников Крузенштерн. В июне 2015 года судну исполнилось 89 лет, а построен барк в 1926 году в Германии и назывался Падуя. Сегодня он принадлежит Калининградскому государственному техническому университету Порт Приписки, Калининград. За время своего существования Крузенштерн прошел полтора миллиона километров, что соответствует трем расстояниям от Земли до Луны. Есть ли будущее у парусных судов? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня с капитаном легендарного парусника, со счастливым человеком Михаилом Новиковым. Здравствуйте, Михаил Вячеславович! Здравствуйте! Я вот не ошиблась, что вас счастливым человеком назвала? Ну, счастливым можно назвать человек, который выбирает любимое дело и делает это дело с удовольствием и получает от этого какое-то моральное натворение, от тех процессов, которые происходят у него на работе. Поэтому меня счастливым человеком считать нужно. Нужно, хорошо! Вы моряк потомственный, да? Насколько вот я узнала из информации. Отец у вас служил в морской пехоте, значит, и ваш выбор был далеко не случайным, да? Да, мой выбор был далеко не случайным. Изначально я планировал поступать в военно-морское училище, но так сложились обстоятельства, что поступил в гражданское училище, высшее инженерное морское, и закончил его в 92-м году и пришел работать на флот сразу на Крузенштерн в должность матроса. А когда вам предложили стать капитаном, первое как было? Вы сразу согласились, да? Ну, конечно, такие вещи дважды не предлагают. Вот. Ну и прежде всего это груз ответственности, потому что на борту находится порядка 120-140 курсантов. Это молодые люди, которые выходят на парусники впервые, и для них это прежде всего испытание себя. И в зависимости от того, какими увидят курсанты наш экипаж, работу нашего судна, экипажа в целом, командное взаимодействие, таким у них останется впечатление, так они будут выстраивать свою карьеру. А вот кто сегодня проходит практику на Крузенштерне? Сегодня проходит практику курсанты, которые обучаются в разных учебных заведениях розрыболовства. Это не только калининград? Это не только калининградцы. У нас на практику проходят курсанты из Ейска, проходят практику из Санкт-Петербурга, из Астрахани. Были сейчас на переходе курсанты из Архангельска на коротком переходе от Мурманска. В прошлом году мы подписали договор на несколько лет вперед о сотрудничестве с французской морской школой. И сейчас вместе с нашими курсантами порядка 20-30 курсантов французской морской школы проходят плавательную практику на Крузенштерне. Как общаетесь? Общаемся на английском языке, потому что морской язык английский. Ну, Крузенштерн для них это какая-то реликвия, что-то такое особое, или у них тоже есть какие-то подобные суда? Ну, у Франции нет. Для них это почетно? Для французов нет такого крупного именно учебного парусника. Поэтому нахождение для них, для курсантов, это, конечно, почетно, потому что у Крузенштерна очень богатая история. Судно приближается к своему 90-летнему юбилею. До сих пор судно совершает дерзкие такие плавания. Дважды совершало кругосветные плавания. Становилось много раз победителем в различных международных парусных регатах. И поэтому вот соприкосновение с историей Крузенштерна с ее экипажем, оно манит не только французов. Есть и другие предложения. И люди приходят, и мы с ними взаимодействуем. Но прежде всего у вас судно учебное, да, и поэтому задачи все-таки особые. Да, задачи особые. Они возлагаются на экипаж. Мало обладать какими-то профессиональными знаниями. Важно иметь навык передать эти знания курсантов. Поэтому мы свой экипаж тщательно подбираем. Такой процесс в учебной практике ведется. Это первая практика для курсанта? Как правило, это первая. Она имеет своим значением сделать такое первое ознакомление с морем, с системой несения вахт, с дисциплиной, с режимом дня, вот с этими морскими особенностями. Долгое расставание с близкими и курсанты во время первой двух-трехмесячной практики имеют возможность почувствовать, что такое морская специальность. То есть не с экрана телевизора, а в реальности. А что самое сложное для курсантов? Ну, самое сложное адаптироваться, когда штормовые условия, когда качают. Трудно выдержать дисциплинарный режим, который связан с несением вахт, с участием в парусных авралах. И несмотря на то, что есть настроение или нет, нужно делать то, что нужно делать для судна. Ну, таким образом происходит становление такого командного взаимодействия в целом экипажей и курсантского состава. А бывает, что курсанты по собственному желанию списываются на берег? Такое бывает, но крайне редко, потому что определенная работа с ними ведется. Бывает такая категория попадает с курсантов, у которых просто какая-то фобия нахождения в замкнутом пространстве. Кто-то не может адаптироваться в условиях качки, несмотря на весь арсенал имеющихся на борту медицинских средств. Но психологически мы стараемся своих курсантов тоже поддерживать. Проводим разные спортивные мероприятия, конкурсы художественной самодеятельности, состязания на дежурных шлюпках. Спускаем за борт парус, и курсанты купаются, когда вода теплая. То есть всяческие такие психологические разгрузки, чтобы курсанты чувствовали себя уверенно, комфортно, одним словом, как дома. Молодые ведь еще ребята-то совсем, да? Да, 18-19 лет, основной контингент тех, которые приходят. Я знаю, что у вас немало и женщин, и девушки, и курсанты. Есть такая тенденция, которые обучаются по судоводительской специальности, по радиотехнической. Они проходят у нас практику на борту согласно регламенту обучения в морских учебных заведениях. Как девушки себя ведут? Ну, зачастую современные девушки, они такие же шустрые, как наши юноши, и поэтому проблем дисциплинарных или понесения у вас с ними не возникает. Ну, вот 2-3 месяца они с вами в таком, в одном пространстве, да, ну, в замкнутом не скажу, достаточно большой парусник, и они потом меняются, что-то они какими-то другими выходят после, сходят на берег. Как вы считаете? Ну, на мой взгляд, однозначно такие процессы происходят, потому что зачастую молодые люди, попадая на Крузенштерн, они отрываются от родителей. Для многих происходит некий такой перелом в самой личности людей. Люди привыкают брать на себя ответственность, брать ответственность за тех людей, с которыми не работают вместе. И, конечно, это сказывается, когда они возвращаются обратно домой, в Калининград. И зачастую мамы, папы приходят и говорят об этом открыто. Ну, например, такие фразы можно услышать, что 18 лет воспитывали, но то, что вы сделали с ребенком за 3 месяца, не поддается никакому сравнению. Можно его отправить еще. Берете еще? Как правило, не берем, потому что очередь стоит для следующих курсантов. Я 8 лет в должности капитана, и в том числе один год я уже капитан-наставник. То есть у меня есть доверенные полномочия Росрыболовством и моим руководством готовить капитанов таких крупнотоннажных парусных судов. Ну вот я думаю, я к чему спрашиваю, мне кажется, что вы уже можете сравнить, какие были раньше курсанты, какие сейчас, или не меняются сегодняшние курсанты? Они вот за мою практику работы на Крузенштерне, более чем 23 года, я могу сказать, что в массе своей курсанты не меняются. Есть определенный процент молодых людей, которые мотивированы на карьеру, которые очень ответственно относятся к своей жизни, понимают ту ответственность, которую, ответственность той специальности, которую они выбрали. Но в то же время есть и легкомысленные ребята, которые относятся к прохождению практики, к учебе, к игре, и поэтому результат у большинства курсантов, он разнится. А вот после окончания молодые люди, после окончания учебы, они возвращаются к вам на Крузенштерн? Есть категория людей, которые приходят, которые проходят практику, есть, которые остаются. Но вот в данный момент у нас на судне работает старший помощник Ромашкина Евгений Николаевич, который по окончанию пришел к нам на работу матросом и тоже вот в данный момент дорос до капитана, до старшего помощника. И я думаю, что у него есть хорошие перспективы. И есть также ребята, которые в палубной команде работают и вернулись на Крузенштерн. Такая тенденция есть. То есть, в общем, приветствуете. Приветствую. Вы уже говорили, что у вас было несколько кругосветок. Вот что самое памятное такое? Наверняка ведь были какие-то интересные такие случаи. Расскажите. Для моряка, на мой взгляд, самое памятное и самое приметное – это возвращение в родной порт, где его ждут родные и близкие. Потому что все то, что остается за кадром, оно вспоминается нечасто. И моряки, как правило, просто когда-то перелистывают фотографии, листают красивые книжки, что-то смотрят на картинках. Но самые яркие впечатления – это дома, когда встречают близкие, те, кто ждал, переживал, друзья. И так происходит практически всегда. То есть, утомительна кругосветка? Она, прежде всего, ответственна. Это просто работа. То, что делает экипаж. Так обыденно. Да. Ничего интересного не расскажете? Ну, можно рассказывать о том, что есть шторма, есть интересные порты, в которых ярко светит солнце, высоко поднимается волна, где судно где-то встречают более заинтересованное, где-то менее заинтересованное. Есть районы, где красивые пейзажи, которые не встречаешь в России. Есть очень знаковые места, например, прохождение под парусами мысом Горн, который считается, ну, такой, как бы, визитной карточкой для парусных судов. Если вы парусник и прошли мысом Горн, вокруг мыса Горн, под парусами, это считается круто. И Крузенштерн принимал в этом участие. Такие места остаются в памяти моряков. На самом деле, яркими такими страницами. Или, например, прохождение в районе мыса Доброй Надежды. Такие приятные морские символы, которые остаются в памяти надолго. Приходы в российские порты, например, когда мы вышли из Калининграда, и посередине нашего пути мы зашли во Владивосток, в котором мало кто из экипажа когда был, можно было увидеть другой облик России, которая на Дальнем Востоке, может, в который мы никогда бы не попали. Но вот такая возможность предоставилась, да, и люди почувствовали, насколько огромна наша страна. Да, с пиратами-то не встречались? Нет, не доводилось. У нас своих пиратов 200 человек на борту. А вот когда терпят сигналы бедствия, вы как-то приходили на помощь? Такое случалось? Нет, был другой необычный случай. Во время одной из парусных регат мы получили такое сообщение, что в районе, где проходила гонка, вроде как на одной из яхт заметили, что недалеко от нашего места следования находится яхта, и похоже, что на борту этой яхты никого нет, потому что паруса оборваны, и яхта так выглядит, что на ней людей нет. Но и так как мы большое судно, мы к этой яхте подошли, убедили, что людей на самом деле там не было, доложили в береговую охране Соединенных Штатов, потом эту яхту зацепили, и отбуксировали ее в Соединенные Штаты, где ее забрала страховая компания. И такое было. Это во время регаты самой? Во время регаты, да. То есть вы сошли с соревнований? Там был во время этой парусной регаты от Бермудских островов был просто переход в составе судов, и поэтому мы не гонялись, а именно все корабли шли в одном направлении. Ну вот о дне сегодняшнем таких парусных судов. У вас как дела обстоят с финансированием? Кризис не коснулся вас? Кризис не коснулся. Может быть, не столько денежных средств стало выделяться, но судно находится в хорошем техническом состоянии именно благодаря тому, что Росрыболовство ежегодно выделяет достаточное количество средств для того, чтобы обеспечить ежегодное освидетельствование судна, для того, чтобы регулярно судно проходило докование, для того, чтобы была возможность сшить новые паруса, своевременно производить покраску судна, обслуживание механизмов, переоборудование кубриков. И поэтому, если вы прогуляетесь внутри нашего судна, познакомитесь с экспозицией музея, побывайте в нашем храме, в радиорубке, на Капитанском мостике. Вы увидите, что у нас новейшее оборудование, самые современные приборы, у нас современная рулевая машина, современные двигатели, у нас уникальная система очистки воды, обработки сточных вод, у нас два опреснителя, которые покрывают все наши потребности в пресной воды. То есть Крузенштерн — это уникальное судно. Да, повезло вам. А знаете, пишут, что вы даже оказываете коммерческие услуги, или это не так? Платных пассажиров принимаете? Платных — это мы оказываем услуги по дополнительной образовательной деятельности. То есть есть категория людей, которая интересуется морской историей, морским образованием. Ну вот, например, из России к нам на судно приезжают группы яхтсменов. Это сложившиеся в спорте люди, у которых есть определенный опыт, есть определенная квалификация. И вот такие составы групп приходят к нам на судно, чтобы посмотреть, как работают судоводители на дипломированном судне. Они вместе с нами работают на навигационных картах, несут вахты на руле, видят, как маневрирует крупнотоннажное судно без парусов, с парусами, участвуют в парусных авралах. Это один из видов нашей коммерческой деятельности. Другой вид связан с организацией каких-то тренингов, мероприятий на борту судна, когда приезжает мотивированная группа, например, по системе тимбилдинга, занимаются с преподавателем, а часть дня они проводят вместе с нашим экипажем, участвуя в парусных авралах. Когда сформировавшаяся группа какая-то, у которой разные интересы, она вынуждена подчиняться нашему боссу, но с тем, чтобы принять участие в работе во время парусного аврала. И таким образом происходит становление нового коллектива. Вот такая деятельность. Да, но платных пассажиров не берете? Именно как пассажиров нет. Вы знаете, так вот хотелось архангелогородцам увидеть, как Крузенштерн поднимет паруса, но не получилось. Ну, дело в том, что под парусами судно может маневрировать только на открытой акватории, потому что даже на малых скоростях управление таким крупнотоннажным судном, оно очень затруднено, и мы всегда просим помощь буксиров, чтобы нас сопровождали. И поэтому те, кто хочет увидеть, как Крузенштерн идет под парусами, это можно сделать, например, только в Белом море или в открытой акватории. Да, за нами надо следовать до Белого моря, да? Да, за нами надо следовать, да. И тогда вы раскинете парусы. Да, будем надеяться, что когда-то это произойдет. Ну, вы справились со всеми проблемами? Пока вы шли в Архангельск, да, уже было и столкновение с кораблями в парту рек Явика, и 20 минут провели, аж не могли зайти в спорт седленными, или все нормально сейчас? Ну, вот, пользуясь случаем, я хотел бы сказать, да, что я вот наблюдал по центральному телевидению, как вот была освещена наша посадка на Мель, вот, видел, как героически были представлены спасательные работы. Ну, в этой связи я о себе хотел сказать, да, что нам в сопровождении был выделен архангельский буксир Турий, который сопровождал нас вместе, вот, где мы сели на Мель, который должен был нам оказывать необходимое содействие. Полномочия свое и готовность к маневру буксир подтвердил Лоцману. Мы предложили ему снизить скорость для того, чтобы ему было комфортнее работать. Но, несмотря на это, в тот момент, когда Лоцман запросил этот самый буксир оказать нам содействие в маневре, буксир почему-то отказался от своего взаимодействия с нами, сказал, что действуйте своими силами, помочь он нам не может. Несмотря на то, что он находился в средней части нашего судна, он сбавил скорость, ушел в нашу корму, и никаким образом даже не попытался нам помочь на этом повороте. Хотя Крузенштерн разворачивался на максимуме своих технических возможностей. И, несмотря на то, что мы снижали скорость, и буксир имел возможность подойти, никакого взаимодействия не получилось. Я думаю, что это прецедент для разбирательства администрации Порта, что было сделано неправильно. Но, в свою очередь, я подал протест нотариусу в адрес администрации Порта, что буксир, который должен был нам оказать содействие, не оказал его. И в результате этого мы вынуждены были сесть на мель. Но через 8 минут нас сняли, и мы продолжили движение. Теперь уже позади водолажный осмотр, получены все необходимые документы. И я могу всех успокоить и сказать, что Крузенштерну разрешено дальнейшее плавание, которое мы планируем совершить сегодня вечером. Частенько бывают такие неприятности, проблемы возникают? В моей практике за время капитанства это первый раз. Посадка на мель в истории судна, это тоже первый раз за всю его историю. Навал, который произошел в Рекьявике, в исторической справке судна, это такое последний раз было в 2000 году. То есть периодически, конечно, такое происходит, потому что в маневрировании задействовано очень много людей. Это и лоцманы, и работа буксиров, и диспетчеров. То есть это достаточно сложный процесс. Не будем о грустном. Есть ли все-таки будущее у парусных судов? Будущее у парусных судов однозначно есть. Лишнее подтверждение этому, что парусный флот постоянно оснащается новыми кораблями, новыми судами, которые становятся все больше и больше. И это не только учебные корабли, это пассажирские корабли. Например, в данный момент строится самое большое парусное судно в мире, которое будет порядка 160 метров. Крузенштерн на текущий момент – это третье по величине парусное судно в мире. И интерес к нахождению в море под парусом, он всегда сопряжен, знаете, с таким элементом романтики, какого-то душевного, духовного отношения к морю, к традициям. И я уверен, что сама вот эта вот специфика парусного плавания, командного взаимодействия на борту судна, она будет очень долгое время существовать. Потому что вот этот романтизм выхода в море, возвращения к родным, к любимым, он всегда будет в наших душах и сердцах тянуть нас в море и обратно на берег. Спасибо вам большое. Но у меня еще не все, есть небольшой блиц. Вот моряки – народ суеверный. У вас лично есть какие-то суеверия? Ну, говорят, плохо выходить в понедельник, вот наши моряки. Стараемся в понедельник не выходить. Но когда очень надо, все равно выходим. Чем увлекаетесь, кроме моря? Я человек с простыми хобби. Я люблю работать в саду, я люблю бегать с собакой, я люблю кататься на велосипеде, я люблю активный образ жизни, я люблю встречаться с друзьями, слушать, как шумит море, но с берега. Я люблю гулять по лесу. Вы знаете, говорят, что из моря, в общем-то, все мы живущие и вышли. Вы с этим согласны? Из воды, из моря? По крайней мере, в это хотелось бы верить. Спасибо вам большое. Удачи больше, чтобы не было никаких неприятностей. И как у вас говорят? Семь футов под килем. Совершенно верно. Спасибо. Спасибо. Да, я желаю жителям города хорошего настроения, много солнца, процветания Архангельского и, надеюсь, что до встречи. До встречи. Зачем нужны парусные суда, если есть моторные, спросила я у капитана учебно-парусного судна Крузенштерн Михаила Вячеславовича Новикова. И услышала в ответ, вы нигде не увидите такой слаженной работы команды, как на паруснике. 150 человек работают, как один механизм. Мгновение и паруса распахнулись навстречу ветру. Ну да, подлинные эмоции и настоящая жизнь. Вот такие дела. До встречи.